Хотели безопасное покрытие на спортивную площадку, но пока придется подождать. Слишком дорого. Уже не первый год ТОС комфортно благоустраивает дворовую территорию за счет гранта. В этом году решили покрасить ограждение и поставить баскетбольное кольцо. Если дай бог еще в следующем году будут денег выделять много, то мы естественно не оставим этого своей задумки, задею покрыть нашу спортивную площадку и денег, либо искусственной травмой. Проекты на соискание гранта в этом году подали представители 21 территориального общественного самоуправления. Заявиться можно было на 43, 50 или 80 тысяч рублей. Но это должны быть разные проекты. Большинство ТОСов остановились на сумме в 43 тысячи рублей. В нашем доме появилось много маленьких детей, вот этих трех-четырех леток. А качели высокие. И когда они подходят к этим качелям, она может их травмировать прямо в лицо. И нам очень нужна низенькая маленькая качелька для самых маленьких деток. В прошлом году мы поставили теннисный стол, баскетбольный, и заменили вот эти страшные лавочки 40-летние на три новых. И вот у нас осталось теперь с левой стороны еще заменить, чтобы уже как-то красиво было. И вот здесь, где зеленый турник, рядом планируем поставить брусья еще спортивные. Общая сумма гранта в этом году – 1 миллион 35 тысяч рублей. Она была поделена между всеми проектами. Каких-то оригинальных нет. Во многом на идее отразились высокие цены на стройматериалы. Очень много ТОСов в этом году делают ограждение клумб у подъездов домов, многоквартирные дома. Многие ТОСы делают, некоторые ТОСы делают, малоигровые формы устанавливают. Особенно те, кто впервые, только в первый год участвует. Таких ТОСа четыре у нас в этом году, которые только первый раз участвуют. Кто-то делает стоянку для автомобилей с большим софинансированием жителей, то есть с активным участием жителей. На реализацию проектов и территориальных общественных самоуправлений есть время до 30 сентября. Сейчас они выбирают подрядчиков и заключают договоры.